и снова всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала с вами снова михаил сегодня стоит прекрасная погода плюс 10 градусов почти вот решил выехать на белое озеро посмотреть там обстановочку вот моя лайбочка стоит сейчас выйдем взял с собой там колоночку взял с собой видео для вас запишу вот взял покушать короче там потом все покажу термо взял вот ну так чисто стрим я там не буду запускать друзья сегодня будет видео потому что ну там интернет очень плохо ловит поэтому сейчас прокатимся с вами под музычку друзья вот так что поехали не забываем ставить лайчонка друзья и подписываться на канал погнали а и а и 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 вот у друзья строится фитнес-центр бассейн плотин рядом со стадионом старт но он строится уже довольно таки долго вот сейчас я смотрю тут выехал лиса снимают вон рабочие что-то делают и судя по всему все таки он обретает вид начинается опять то есть его расконсервировали вот и вроде как этим летом начнут заниматься им строительство тут будет пляжная зона 8 бассейнов обещают, ребят. 8 бассейнов. Представляете? Это серьезно. Надо будет спросить, кстати, у людей, что они тут строят. Сейчас я подойду. И вообще, когда это уже построится. Ну, понятное дело, что не в этом году. Но примерно группа компаний Территория Фитнес. Пляжная зона. 3 бассейна. 13 тысяч метров квадратных. В общем, вот так будет выглядеть. Но пока непонятно, когда это будет готово. То есть пока что внутренняя отделка идёт. Вон лица снимают там. Видите? Всё тут. Это очередной долгострой. В общем-то, как, собственно, языка рациональ. Вот. Но будем смотреть. Здравствуйте. А вы не в курсе, когда будет готово вообще это здание? Нет? Долго, да? Ещё, наверное, да? Пока внутри. Ну, а что, да? Обычные работяги. Откуда? Не знаю, что тут будет. Сколько по времени ещё будет. Ну, этот год точно не закончится, наверное, да? Наверное, ещё года два будет. Неразговорчивый работяй. Стесняется на камеру. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим, что как. Потому что это надолго. Ещё надолго, скорее всего. В этом году точно не закончится. потому что очень долго всё это будет. Но я сейчас дальше чуть-чуть проеду. Там, может быть, ещё что интересно покажу вам. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok стоит а то целыми днями на работе дома тоже меня есть надо выбираться друзья дышать свежим воздухом кататься на велосипеде заниматься спортом что не забывайте об этом это очень важно здравствуйте физкульт привет вам физкульт привет говорю вам райончик это нравится вообще я про самый зрел красивый да а как вы считаете что тут нужно благоустроить вот я просто меня свой канал я снимаю для риутовчан вообще для друзей по что тут можно обустроить чтобы было еще лучше чтобы тут лучше обустроить еще можно было сделать чтобы красиво было нельзя нельзя ничего сделать ничего не надо вот просто как есть да а белое озеро как вы считаете она чистая все-таки вы купаетесь там нет нет белом озере а белым купаются вот там хорошие да ну не очень конечно но со стороны дерева хорошо да где дерево со стороны где тихо спокойно ну да там где народ много там очень шумно с той стороны красиво красиво я тоже заметил у нас просто на той стороне на северный ну особо нету прудов я тоже у на где садовый проезд тут знаете той стороны где академик человек площадь вы ними туда не на ту сторону не не бываете да у нас просто там есть пруд фабричный там с тоже кандинавской ходьбой занимаются бабушки вот они приходят я работаю магазин спортмастер шоколаде они приходят за палками спасибо вам за интервью удачной вам ходьбы самое главное здоровье вам меняю я вообще ничего не меняю да а вы мог что да вы мог что ну вы маркет маркет маркетинга мог а нет я просто платку думала да а вы с украины ну дай бог здоровья вам дай будет до свидания до свидания согласен ну вот бабушки видите позитивная попались вот так что едем дальше едем дальше может быть еще кого интервью возьмем погнали друзья а 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 в общем приехал друзья на белое озеро там катер на воздушной подушке есть знаете что меня всегда удивляло вот рыбаки да они сидят до последнего то есть но наверное они сидят пока не провалятся у меня такое ощущение вот посмотрите на вон они сидят сидят и оглядываются на катер типа время и там сидят смотрите они все сидят на ну там кто подальше кто поближе до с той стороны тоже двое сидят ну по я понимаю рыбак рыбака ведь не дали издалека но но были лед то сейчас тонкий на самом деле не не мудрено провалиться мне кажется ну не знаю вот сидят 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 ну что весна ступает свои права друзья приехал на белое озеро вот тут красота он лавочек сколько сейчас перекушу и поеду дальше там поснимаю посмотрю что там вот а здесь как можем видеть даже небольшой скворечник есть вот он даже два скворечник в общем птичек тут кормят птичек тут уважают детская площадочка стоит вот принципе так да он таки неплохо облагорожена можно даже почитать про трех озер и но друзья трех озер и косинское трех озер и комплекс ледниковых озер черного белого святого косинский озеро за занимает площадь около 65 гектар таких естественных водоемов на сегодняшний день нет только в черте города но и по всему подмосковью середине это к 19 век это красиво место привлекло отдыхающих вот можете почитать кому интересно на паузу поставлю вот так что друзья такой камень трех озер я такая здесь красота люблю летом тут загорать приезжать сюда искупаться вот ну и на карьерчики друзья люблю тоже выезжает на карьерчик конечно вода почище вот но в целом тут тоже неплохо я так скажу очень даже ничего симпатичненько пойду на лавочку сяду взял с собой кое-что покушать так сказать завтрак туриста взял с собой большой термос вот этот термос кстати тоже дом таки большой вот тот маленький а этот большой длинный литровый классный термос очень мне нравится он рыбакам говорят типа того уходите на берег они действительно они сидят прям вообще вот друзья все взял были на хлеб забыл планы без хлеба поедем ничего страшно такая красота взял с собой попробовать такую штуку это друзья у нас будет тушничок чем друзья взял тушничок даже не тушничок это знаете что это ветчина ветчина ово из без соевого белка интересно попробовать что на себя представляет стоит она что-то 150 150 рублей ну недорого вообще халява на самом деле так что сейчас попробуем тут такая открывашка есть можно открыть чё по составу тут нас состав говядина вода смесь посолочная нитритная соль поваренный фиксатор окраски жилизующий агент е47 поддерживающий компонент но немножко ешек конечно же есть вот но в принципе во всей ветчине но есть только она не домашняя везде используются какие-то ешки небольшие но это не страшно это мы попробуем сейчас оценим чё она себя представляет выглядят на самом деле классно вот так выглядит очень аппетитненько как вы можете видеть да ну чуть-чуть жира а в целом в основном тут желешка вот примерно вот так выглядит вот кому интересного попробуйте сейчас попробуем оценим вкусная офигенная друзья в меру соленая для как бодренько заходит там на свежем воздухе жира практически нет вот это желешка и мясо жаль хлеб забыл да пофиг она без хлеба нормально но конечно в идеале желательно разогреть но если разогреть это получится как бы суп по сути потому что тут слишком много жира и и вот этой желешки получишь суп лучше в так есть так как холодец получается махе четко но вот это кусман смотрите всем кстати приятного аппетита кто кушает вообще класс это говяжья я специально взял говяжью классная штука советую куда-нибудь походик с кашей да и так заточить вообще за обе щеки взлетает класс сейчас друзья сегодня заказал себе и карнитина вчера на работе это аминокислота который преобразует жир полезную энергию так как я сейчас усили начинаю кататься будут новые покатушки в лес на озера и карнитин очень полезная штука придает сил выносливости а самое главное усвигает подковный жир так что друзья кто хочет обзорчик кстати сделаю сегодня получу попозже обзорчик запилю пользовался на самом деле классная штука один из тех же разжигателей которые действительно работают есть один побочный эффект очень сильно хочется в рай после него аппетит просыпается дикий я вот с утра выпил карнитинку сюда приехал купаюсь в озере где-то к 12 часам у меня такой голод просыпается но я обычно беру с собой яблоки бананы орешки что-нибудь такое низкокалорийное кушаю чтобы утолить голод блин карнитин конечно класс стука многие знают что это заминка слота многие не знают поэтому кто не знает я обязательно покажу вам сегодня опять стримчик будет попозже ух костерком так пахнет откуда знаете костерком повеяло класс в общем ветчина друзья за бест вообще обжираловка я так сказал я у банку съел еще уже наелся на хлеб не надо класс зашибись друзья вот такая вещь шел дозик небольшой сейчас вроде прошел уже чайку за ваше здоровье вот сколько бабушка собралась бабушка много тут начнем делать они на пенсии не работают сейчас время все на работе время час наверно где-то примерно 12 час бабушки с палками ходят но друзья чтобы ухо не продуло одевайте капюшон или шапку я одеваю капюшон шапку дома оставил сегодня потому что такую погоду когда разогреваешься особенно велосипеде едешь уши задувает конкретно у меня вообще проблема такая что есть чуть ухо надуло все пипец ухо начинает стрелять болеть поэтому стараясь уши утеплять как бы так потеплее чай супер кстати каркаде плюс травки добавил разные и пакетик черного чая то есть получилась такая классная смесь вообще люблю чай именно травяные они очень вкусные советую попробовать витамин c каркаде вообще вот отличная вещь витамина c в нем очень много очень полезно вот эту флиску надел новую которую купил скрывающимся горлом если варка чик откинул открыл вот горло и все все хорошо захотел закрыл вообще по кайфу и под хорошо отводит класс 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 друзья дышите свежим воздухом гуляйте скоро вообще будет тепло по кайф сегодня такая погода еще немножко дождливая но в целом неплохо для покатушки очень даже ничего класс сейчас посижу друзья поедем туда там еще покажу вам но если меня смотрят друзья велосипедист хотел по поводу цепи рассказать вот у меня цепь в том году менял ее вот многие чистят там ее открывают берут там бутылочку да очищают ее с помощью бензина там такая на самом деле все это чепуха друзья цепь очищается легко берете просто одеваете перчатки берет тряпку бывает берете white spirit обмакиваете тряпку white spirit и зажимаете рукой прокручиваете у вас очищается все это дело стекает ну или в дэшкой пшикаете да у вас все это стекает потом ждете пока высохнет берете смазку для влажной погоды у меня вот есть потом покажу кому интересно и смазываете звено цепи прокручиваете ждете пока впитается опять же сухой тряпкой очищаете излишки смазки и все и выезжаете не надо заморачиваться зачем вот это все потому что вы прокатитесь после того как сможете кто-то парафинит цепь зачем такой бред вообще что вот но это каждому свое конечно там типа чтоб цепь чистая была там ты и запарафинил она дольше там ресурс у нее на самом деле все это такое себе вилами по воде описано проще просто почистил white spirit и там смазал ее да поехала грязь грязь то сама отскочит вот видите да то есть ее практически нет это после смазки цепи вообще идеально так что это все такое себе по поводу штанов на преновых да на вилку вещь хорошая грязь ну грязь летит да но она не попадает вилку поэтому всем советую у кого пружины эластомерные вилки использовать именно вот вот такую вот вещь защита на ноги очень очень классная штука ну а так в целом пока меня вел устраивает очень даже неплохо сейчас поедем туда вот друзья приехал на пляж тут песочек такой же как и был принципе пока что вроде не насыпали здесь волейбол играют летом здесь всякие лазилки для детей стоят что хочу заметить урны урны довольно таки чистые кто хочет летом друзья в москве не знает куда приехать отдыхать советую вот на белое озеро в новокосино лавочки чистые новые вообще прям классные лавки никто их извините не засрал вообще отличная тут песочек с этой стороны в основном загорает купается молодежь здесь вообще для малых для малышей такой детский короче дети детишки купаются туда идут вот а вот на той стороне уже для пожилых людей там травка и соответственно там люди блин трактор ебучие надо убрать велосипед вот и там соответственно люди отдыхают более пожилой возраста поэтому как бы я обычно но и тут иногда да и там иногда плавают как бы зависит от зависит от настроения по сути потому что если я с утра приезжаю хочется спокойствия то лучше туда потому что там спокойно здесь вот постоянно ор какой-то дети орут молодежь орет все бегают счет суетятся очень трэш а с той стороны спокойненько ты заходишь воду мы сейчас мы туда доедем я вам покажу конечно вот и плывешь собственно ну и соответственно здесь чаще подъезжают эти как они спасатели да они почаще подъезжают говорит говорят далеко не заплывай не заплывать в общем так сказать полюдят момент вот в целом пляж неплохой там кстати тут недалеко выхина вот у нас ну очень и очень и очень даже неплохо справа храм вот там вдалеке вот там вот пляж неплохой с той стороны тоже вам покажу сейчас доедем туда но тут кстати тоже рыбаки сидят они вообще по всему озеру сидят бесстрашные однако и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше там бабушки в основном, дедушки с детьми тоже Кто живет в этом поселке тут рядом, они там загорают, тоже купаются В целом неплохо, скажу так, прокатился сегодня, посмотрел рыбаков, вам показал какие-то красивые места Так что сейчас немножко тут посижу, попью чайку и буду собираться домой А всем, кому понравилась моя небольшая покатушка, друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, друзья Всем привет, велобратья, дядя Юра Турист, тебе тоже огромный привет вам Всем любви, здоровья, счастья, самое главное крепкого здоровья Кто из Релатого хочет катнуть летом, куда-нибудь на карьерчик, на озеро Всегда, пожалуйста, друзья, выслушаю любые предложения Так что все, друзья, всем бобра, пока, всех приподнял, обнял Увидимся в следующих видео и стримах, всем пока-пока